Приветствую вас, и мотивация у людей может быть самая разная, здесь я соглашусь со своим коллегой, но самая вероятная мотивация, то есть по какой-то причине вот люди хотят как будто бы навязать вам то, чего вы избегаете, да, то есть, например, вот если вы там, допустим, говорите, что вы на диете, то вам предлагают больше есть сладкого и так далее. Главное, это потому что люди пытаются ощутить себя значимыми, то есть вот для них как раз важно почувствовать, что вот вы, например, ну, избегаете, да, калорийной и богатой углеводами пищи, а людям нужно, чтобы вы это городски сделали, потому что если вы сделаете, если вы из-за них поступите своими принципами, то во-первых, вот именно применительно к сладкому, это будет, что их выбор кондитерского изделия очень хорош, что даже вы не избежали соблазна его попробовать, и во-вторых, это то, что люди смогли вас переманить, переубедить в том, что ничего страшного, например, например, в том, что вы съедите лишний кусочек не будет. То есть здесь погоня за ощущением собственной значимости. А если вы придете к человеку, который, ну, вообще говоря, не стремится никак за ваш счет самоутверждаться, то такой человек, я надеюсь, вы понимаете, какой человек не станет вас как-либо доставлять и уговаривать. Ну, предложите они нас, может быть, предложат два, и все. Потому что у вас право хотите вы употреблять сладко или алкоголь или не хотите. Но люди, которые не признают этого права у других людей, сами делают это, исходя из корыстных целей. И это не зависть, хотя иногда, может быть, и она. Это не злость. Потому что, знаете, как вы здесь пишите, что как бы злость, но причины для злости тоже ведь как бы должны быть. А если это злость, то у человека, у самого, опять-таки, не счастье какого-то. Злобные, злые люди, это все люди, у которых есть определенные проблемы в жизни. Если проблемы в жизни человека есть, то да, да, это злость. Если человек, например, хочет быть стройным, вы приходите к нему и говорите, что вы на диете, да, это зависит. То есть человек специально будет вас кормить, чтобы вы больше были похожи на него. Потому что на вашем фоне такой человек воспринимает себя уже в негативном свете, с большим исчерком. Но, видите ли, это все частности. Частности. Это все частные случаи. То есть, может быть, у человека есть такая потребность. Потребность в том, чтобы сделать вас больше похожее на него. Может быть, нет. Может быть, это злость и наличие каких-то негативных обстоятельств в жизни. А может быть, и нет. Но почти всегда это, в итоге, стремление ощущать совершенно значимость. И если вам интересно, почему и что движет к людьми, то вот ответ на ваш вопрос. Я, пожалуй, от себя добавлю еще и то, что не нужно реагировать на это. То есть не нужно как-то воспринимать всерьез то, что говорят вам такие люди. Вот, например, вы не хотите употреблять алкоголь. А вам наливают побольше, как вы говорите. Ну, вы подметишь. Поблагодарите человека за его щедрость. Сами отпейте, сколько вам нужно. Или не пейте вообще. Ведь заставить вас никто не может. Поэтому относиться к этому нужно спокойно. И не стараться думать, почему это так. Не стараться думать, зачем люди это делают. Но обязательно прицеливать свои интересы. Обязательно заботиться о себе. Потому что, кроме вас, этого никто больше не сделает. Никто не защитит вас. Никто не побеспокоится о том, как вы выглядите, что вы употребляете в пищу и так далее, кроме вас. Люди могут это делать, могут даже из заботы к вам вот так поступать. Только ведь проблема в том, что каждый человек, он заботу воспринимает по-своему. Если это так, то нужно поблагодарить человека за работу. Простите, но человек побольше вам налил. Человек побольше вам там обрезал кусочек торта. Это же щедрость. Так будьте благодарны. Будьте благодарны, но сами этого не принимайте, если чувствуете, что вам это во время. Вот и все. Потому что у вас свое видение мира, восприятие самой себя, а у других людей другое. И не нужно думать, что кто-то будет понимать вас, а вы будете понимать другого. Так это не работает, к сожалению. Каждый понимает по-своему. И каждый исходит из того, что он понимает. И вам людей не переделать. Будете пытаться переделать, будете по сути дела тратить свою энергию на абсолютно безнадежное дело. И будете в итоге сами переживать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. А лично меня интересует такой момент. Ну вот, предлагает вам человек чего-то. Чего-то, что вы не хотите. Чего-то, что вы сказали, что вы избегаете. Предлагает вам человек, вас это задевает. Не говорю вопрос, почему вас это задевает. То есть, может быть, вы сами в душе хотите этого. Хотите, например, кусочек торта личный, хотите там алкоголя выпить. Если так, то ваше раздражение это не проблема людей. Это ваша проблема. И с ней и нужно работать. Потому что до тех пор, пока именно у вас будет раздражение, любое предложение, даже самое невинное, будет вызывать у вас негативные эмоции. А негативные эмоции вам вредят и разрушают вашу нервную систему и психическое здоровье. Я желаю вам всего доброго и удачи.